Очередной антирекорд. В Сургуте в среду днем индекс самоизоляции опустился до отметки в 1,3 балла из 5 возможных, что означает большое число людей на улицах. Это один из худших результатов в Югре наряду с Ханты-Мансийском. Портал Яндекс ведет замеры по 5 городам. В Нефтьюганске и Нижневартовске показатель на отметке 1,7 балла. Коголын в лидерах рейтинга самоизоляции 2,8 балла. В качестве занятия те, у кого вынужденные или заслуженные выходные, а может и полноценный отпуск, выбирают времяпрепровождения на загородных участках. Некоторые устремили свои взоры к берегам водоемов. Самые отчаянные рискуют и устраивают заплывы. Потому что вода грязная, поэтому не купаемся. Мы только загораем. Мы вообще не купаемся, только загораем. На пляже лучше не спать, потому что можно сгореть. А также не мусорить. Ну и стараться все-таки хранять отдых друг друга и не мешать. Погреться под лучами по-настоящему летнего солнца сургутяне не отказались. При этом, по нашим наблюдениям, меры предосторожности все же соблюдаются. К примеру, на берегу Черной речки отдыхающие собираются небольшими компаниями по 2-3 человека, держат дистанцию. Некоторые, несмотря на предупреждающие аншлаги, отправляются охладиться в воду. Между тем, судя по прогнозам синоптиков, 13 мая заключительный день аномальной жары в Сургуте. Четверга влияние антициклона на наш город снизится. 14 числа воздух прогреется до плюс 20. В пятницу и выходные будет от 16 до 18 градусов тепла временами дождь. А если бы сделали где-нибудь в городе, где можно купаться? Мы бы купались, ездили туда, где сделали бы пляж специально для людей, чтобы можно было там приехать, отдохнуть, покупаться, позагорать. Ну, тут же песок есть, вода есть. Значит, сюда ездим. Субтитры создавал DimaTorzok